Итак, всем привет, с вами Дабгай, продолжаем играть за Канаду в очень далеком, как показала практика в будущем. Мы будем играть за Британию, пока что это не представляется возможным, нам нужно сначала закончить войну с Интернационалом. Интернационал победил в Европе, да и в принципе и в Азии, можно сказать, да. Но мы смогли законтролировать ситуацию в Индии, в Франции, помогли в Африке повоевать, но тут опять что-то там, кажется, от нее отделяется. Сейчас у нас стоит цель Южную Америку отвоевать, и потом уже освободившимися силами будем высаживаться куда-нибудь в Европу. Скорее всего отобьем Исландию, здесь потом острова, и потом посмотрим, либо в Италию, либо в Испанию освобождать Португалию, здесь в Сардинию. В любом случае, поехали, у нас еще целая Америка для освобождения. Знаете, что мы еще сделаем? Я так подумал и решил, что нам стоит наш флот тоже задействовать в охоте на конвое, наш боевой флот. Потому что все равно здесь, ну, нету вражеского реального боевого флота, а если он и появится, то мы его разобьем. Единственный флот, который мог нашему противостоять, это был флот Британского Союза. Еще есть, конечно, флот японский, который тоже, в принципе, имеет более-менее неплохие числа, и такое же, как у нас, наверное, качество. Хотя тяжелые крейсеры вряд ли такие же, но тем не менее. Но мы с ними не воюем, и вряд ли в ближайшее время не будем, так что этот флот может начать выполнять задачи охоты за конвоями. И так, как-то вот так мы будем делать, здесь нам, наверное, неинтересно это. Пускай тоже контролируют вот этот вот проход, собственно говоря. Потому что, я думаю, все конвои из Европы плывут именно вот сюда. Возможно, какие-то конвои могут... А, нет, слушайте, у них на востоке даже нет выхода. Они еще и воюют с Трацамуром. Да, и, судя по всему, эта война, да, будет очень долгой, потому что там нет снабжения. Значит, да, реально, все припасы у них идут вот через вот эту территорию. Если только иишка недостаточно умная, чтобы заблокировать себе вот этот проход и пускать вот так вот корабли через Красное Боре. Но вроде как нет, поэтому давайте будем блокировать здесь. Будем здесь, возможно, что-то уже ловить. Сделаем мы вот так, пожалуй. Три региона. Можем в теории поставить еще один. Давайте вот, блин, сюда. Ну, давайте сюда поставим. Если вдруг не будет кораблить, то переставим потом южнее. И будем стараться поймать все возможные подкрепления интернационала в Южную Америку. Еще, я думаю, стоит здесь подстроить нам снабжения. Пути какие-то проложить. Сейчас ситуация ужасная здесь. И хотя бы как-то надо эту ситуацию улучшать. Поэтому прокладываем здесь пути. Побережью. Побережье к нашим войскам. Здесь все соединяем, чтобы у них хоть как-то какие-то припасы были и не так они страдали. Ну и, возможно, даже стоит вот так подстроить, да. Куда-нибудь здесь узел снабжения. Здесь он есть, так что ладно. Но на юге здесь пока все окей. Здесь территории поприятнее. Плюс можно еще какие-нибудь морские базы подстроить. Типа вот так, чтобы больше припасов, в принципе, доставлялось на материк. Ну да, я думаю, пойдет. И эти войска будут спешить здесь захватывать все необходимые важные точки, чтобы капитулировал Аргентина, а затем Чили. И затем здесь должны в теории начать капитулировать остальные страны. И смотрите, кто ищет Союза Сантанты теперь. Немцы. Помните, как они просили у нас Ирландию отказаться от Северной, да? Францию от Эльза Слатаринге. И вообще колонии хотели наши. Нет, теперь, теперь нам не по пути. Когда они проиграли, и за ними вообще нет никакой силы. Пускай справляются дальше сами. И говорят, тут я заметил еще и бои реально случаются. Да, вот типа вот здесь. Вот здесь микробои. То есть мы параллельно еще топим французские боевые корабли. Что, конечно же, несомненно приятно. Но блокада пока очень уверенная. У меня здесь еще подлодки плавают. Но, как мы можем видеть. Слушайте, вот там вот есть какие-то конвои, да? Но вот здесь, допустим, нету. Давайте здесь выключим. Ну, логично, здесь вот сюда, наверное, не пытаются куда-то там припасы таскать. А вот сюда, наоборот, добавим. Пускай они еще больше топят здесь. А, еще я обнаружил супер-забавный факт. У меня все еще приказ был здесь и здесь. Поэтому, и вот в Интии. Поэтому, посмотрите, где мои корабли. Ну да, ребята, вы очень уверенно ищите конвои у берегов Инти. 10 из 10. Ну, теперь точно они поедут сюда. И я думаю... Вот я вот из-за этого заметил, да? Что она не здесь. Теперь, я думаю, там перехват будет намного эффективнее. И уже скоро должна Аргентина падать. Но все никак вот чуть-чуть-чуть не хватает. А вот и чуть-чуть достало. Кстати говоря, очень скоро бы Кардову вернули. И они бы не капитулировали. И это теперь поставило очень много войск Интернационала под угрозой окружения. Что, несомненно, приятно для нас. И лишило Южную Америку часть своих оборонительных сил. Учитывая то, что из Европы, да, войска так себе доезжают, по ощущениям. То ситуация у Интернационала ухудшается очень быстро. Также очень радует меня то, что мы можем вот так вот безнаказанно топить просто все подкрепления Интернационала. Они просто, ну, им вообще не могут ничего сделать. В том смысле, что любое их действие будет установлено. Пока, конечно, наш флот не защищает британские острова. Но здесь у нас есть небольшое количество авиации, которое вполне себе помогает весь там гарнизону справляться с вот этими высадками. И на самом деле потери потихоньку накапливаются. У меня, в принципе, тоже. Скоро мне надо будет поменять службу на обязательном. И перед этим мне надо поднять поддержку войны, потому что она у меня уже низкая. Но во Франции уже население тоже заканчивается. Они уже на обязательной подходят потихоньку к концу. Параллельно мы тут еще делаем шпионские задания. И начинаем их уже взламывать. Но это, я думаю, как раз будет к моменту выставки готова. А до нее еще далековато. Причем большое внимание, это конвои с войсками, если вот сюда наводимся и читаем, да? То есть мы топим не просто припасы, хотя их тоже, но и просто буквально варажские дивизии, которые пытаются доплыть до территории. И очень много мы таким образом топим. Очень это приятно, что дивизии, которые могли защищать Францию, отправляются в Южную Америку, и там... Туда просто не доплывают, на самом деле. И наши войска здесь уже вот-вот встретятся, да? Эти пробились через основную часть Бразилии. Конечно, там еще осталась вот эта Амазонка, но здесь долго еще будет все происходить. Но здесь уже все почти что. Они уже скоро соединятся, и мы выдворим интернационал из нашей Америки. Вот мы добиваем последние войска Чили, ну, последнюю основную группировку войск. И после этого у нас полностью фронт останется лишь здесь. Но надо будет, на самом деле, в идеале еще вот здесь вот-вот повысаживаться. Давайте это выделим в одну дивизию, я думаю, ее должно хватить. Повозвращать вот эти острова, чтобы точно не было никаких угроз у нас в тылу. Еще один любопытный факт. У России Норман Павара. При обязательной службе, я так понимаю, это все в гарнизонах, наверное. По-моему, ну, сейчас умирается. Смотрите, здесь какая-то территория оккупирована, да? Я представляю, что это все в гарнизонах. Если здесь посмотреть, то здесь еще... А, здесь тоже вот все заканчивается. Турция, кстати, забавный факт. Никуда так и не вступила. В итоге, да. Но в Испании еще достаточно много. Ну, по их меркам. У нас, кстати говоря, ноль, поэтому вот я уже не делаю фокусы. Мы, в принципе, все фокусы нужные-то и выполнили. И просто накапливаю политическую власть, чтобы тратить ее на нужные мне вещи. Вот еще и помощь подошла, откуда мы не ждали. Перу. Вступила в войну против интернационала. Прекрасно. Ну и вот осталось буквально чуть-чуть. Вот, кстати говоря, не по-моему, этот парень не смог высадиться, что ли, или что? Почему-то не захватил. Возможно, там больше, там много дивизий, не знаю. Давайте снова сделаем вот так, чтобы он снова высадился. Но здесь мы почти добили их уже. Прекрасно. Здесь микровысадка произошла французская, но... Я бы сказал, это даже удачно, потому что... Вот там и, если бы чуть-чуть обратить внимание, мы потопили им три линкора. Конвои тут регулярно топим, да. И они просто сюда забрасывают ресурсы, которые мы сжигаем по пути. Так что даже это я бы сказал нам на руку. Пускай так и остается. Лучше их не выбивать слишком быстро, чтобы они побольше туда завезли, чтобы мы их сожгли. А, ну да, здесь реально оказалось много дивизий, прям очень. Блин, вот отсюда мы не достанем. Давайте сделаем как? Постараем здесь вот. Буквально первого левела, желаете второго левела, аэродром. И, наверное, надо будет помочь здесь флотам подвести сюда какие-то кораблики, допустим, вот эти. Поставим вот так. Нет, ладно, это так не будет работать. Снимем их с миссии и отправим наш флот сюда вручную. Вручную поможем. Потому что, видите, здесь оказывается, на самом деле, реально, ну, немало вражеских сил, надо бы их реально выбить. Поэтому везем флот, строим авиацию и выбиваем. И просто посмотрите на то, как они здесь горят. Блин, наши, вот эти бы, чела бы еще не атаковали без раздумий. Может, это поможет, но я не уверен. Но со факт, что они все сидят без припасов, хотя как бы порты есть, меня очень-очень радует, конечно. Короче, здесь какая-то нереальная затролка. Отсюда мы, типа, не достаем до вот этого региона. Вот отсюда зато достаем. Но до этих островов, скорее всего, нет. Ну, в этом случае, здесь у нас будет хотя бы в этот раз флот. Да, так что давайте... Давайте в этот раз попробуем. И на самом деле, знаете, что мы просто еще сделаем? Еще сделаем вот так. И я думаю, это дела исправят. Все равно здесь уже война почти закончилась. И я этим очень доволен. Наконец-таки можно будет сфокусироваться на Европе. Ну, еще добить вот эти острова. Добить здесь, наверное, эти микротерритории. И потом уж точно можно сфокусироваться на Европе. Вот. Вот эта вот выстка. Вообще, сейчас будет огружена и уничтожена. Параллельно еще они очень много потеряли на то, чтобы туда перебрасывать войска. Конвоев там не осталось. Да, вообще почти ни у кого, да. У России там осталось еще. Но, видимо, они не так много высаживаются. В России уже все взрослые проходят службу. Здесь уже тоже повысили они. Так что мы еще и параллельно войну на истощение ведем. Хотя, конечно, у нас ресурсов меньше, чем у них. В целом, я думаю, мы уже неплохо так пробились в Южной Америке. И на этом можно было бы подзакончить серию. Мы также очень много ресурсов вытащили из Франции. Отсюда я сейчас уже буду выводить свою вот эту армию. Переводить ее уже, наконец-таки, в Британию. И планировать высадку в Каммуну. Здесь, кстати говоря, я понятия не имею, откуда они вообще снабжение имеют, да. Потому что, ну, у них не должно не доставляться никак снабжение французам здесь. Но у них, понятно, дебафы есть, но они очень казуальные. Визуальные. И у них есть организация, хотя не должно быть. Опять же, здесь портов я нигде не вижу. Здесь они уже окружены. То есть, ну, ладно. В любом случае, это уже вопрос только времени. Так что, ребята, с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал. Лайк, комментарий. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok